Слушай, братуха, а не боишься ли ты, играя с этим стволом, нового пришествия господина от Сосницкого? Нет, дорогой друг, по моей информации, господин от Сосницкий сейчас занят полезным трудом, впрочем, как и в Сосо Павляшвине. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, Капитан Очевидность, прекрасная игра Warface и прекрасная штурмовая винтовка SA Helion. Нагиб машина, которая в свое время завоевала сердца многих игроков. Ствол максимально душевный, не имеющий практически, ну, конечно же, с установленным модом, никакой отдачи, сексуальный звук, мягенькая анимация, все максимально сочно, красивая моделька и замечательный, удобный прицел. В общем, SA Helion сочетает в себе все, что нужно, классной, душевной штурмовой винтовки. Вы знаете, до появления Helion, пожалуй, я так кайфовал только с Type 97 и, конечно же, MSBS Grot. В общем, пушка максимально душевная, заслуживающая внимания штурмовика. Впрочем, я думаю, вы и так это знаете. И вот она возродилась. Хотя, как возродилась? По сути, она-то и не умирала. Она еще недавно, ну, все время была играбельна, и тут ей просто апнули. Преимущественно, в основном, множитель в голову. Однако, мы понимаем, что именно этот параметр у штурмовика отвечает за то, чтобы оружие, в принципе, было играбельно. Ну, за исключением вариантов типа СТК, когда пушка настолько хорошо пилит по телу, что в голову стрелять не надо. Во всех остальных случаях, ваншот в голову – это обязательный элемент для играбельности оружия штурмовика. Сука, как глубоко сказал. Интересно, когда мне присвоят звание академика? Братан, ты же не хочешь сказать, что это конкурент текущей мете? По-моему, обычная фановая пушка. Не, ну вообще-то в каком-то смысле Кэпчик – да, она больше фановая. Нет, 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 друзья, ну что вы, я не пытаюсь сравнивать Хелион с каким-нибудь Кордом, с чем-то таким весьма-весьма нагибным. Хотя, между прочим, от какой-нибудь Кьюби-Зет не так уж далеко этот самый Хелион, между прочим, ушел. Очень и очень нагибной ствол. Я считаю, что, в принципе, с ним можно творить чудеса. С ним даже, я думаю, можно пойти куда-нибудь на РМ, ну хотя бы на Алмазе, а может им на Мастере даже потусоваться. Нет, конечно, он не пилит по телу, как современные топовые штурмовки, но и не сильно-то отстает таких, поэтому даже по телу распилить можно. Ну а что касается ваншотов головы, здесь никаких проблем. Множитель в голову 7. Гаднотелло. Поэтому, хотя это точно не метовая штурмовая винтовка, она имеет право на жизнь. В том числе и в серьезных замесах. Скидывать со счетов я бы ее не стал. Скажи, брат, твои взгляды на киберспортивную сборку претерпели изменения с былых времен? Да, Кэпчик, изменения в моих взглядах действительно произошли. В самом деле, какой смысл сегодня ставить там множитель в конечности или множитель по торсу, если пушка от этого все равно, ну, кардинально не изменится в плане распила, в плане нагиба. Поэтому ставим вот такое, все самое сочное, самое нагибное, чтобы никаких вопросов, чтобы кучненько все сука в точечку. Для такой пушки, пушки уже, ну, по сути, былых времен, это обалденная сборка. Здесь есть все, что ей нужно. Ничего личного, ничего лишнего я хотел сказать, личного тоже ничего, ну, от сосем снесет. Ладно, нет, все будет нормально, ребят. По-любому понагибаем, обязательно, не переживайте. Конечно же, вы же знаете, по нашей замечательной традиции, мы сейчас с вами отправимся в какие-то густонаселенные комнаты. Но перед этим, друзья, у меня для вас маленькое объявление. Точнее, не у меня, у моего старого знакомого друга. В принципе, вы тоже с ним знакомы, отличный человек, весьма эрудированный во многих вопросах. Профессор Яблонский, он хочет сделать для вас небольшое сообщение. Послушайте, пожалуйста. Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но, несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении, плюс сто процентов кредитов придет. Врывайся, здоровый Warface тебя ждет. Я тут слышал от соседа. Вроде как Сосопа Валиашвили вчера с отпуска вернулся. Твой сосед понял? Запомни, сука. Он тебя обманул, мягко скажем. Вот так, детка, все. О, неплохо пилит по телу. О, ты начинаешь осознавать. Не, ну блин, конечно, это не корт. Подожди. Сука. Думаешь, выйдет? А куда он денется? Деваться ты ему некуда? Иди сюда, давай, давай. Вот так вот. Хорошее начало, братан. Благодарю. Вангую, теперь ты обязан хряпнуть висячку. Ха-ха, хрена лысого. Ты этого не дождешься. Ха-ха. 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 Зафиксировано поглощение выдвижного. О, боже, ну ты реально, ты реально даун. Ха-ха. Готов. Все, гаднотелло идет, друзья. Не стоит переживать. Скачина, мрачина. Благодарю, Днарино. Другое дело. Совершенно другое. Нам что главное? Нам главное не суетиться, правильно? Они наверняка в каких-то оборонительных позициях. Надо подумать, как до них добраться. Так, чтобы выйти на них, они этого не ожидали. А, здесь никого. Блин, ну ладно. О. Хэдшот, детка. Нифига он наивен. Попался голубчик. Прямо на хэдшотик налетел парень. Тихо. Опасные, опасные, ребятки. Ну давай, давай, выходи. Вот так, детка, не будем оттягивать. Слишком открыто ходишь. Как бы так тебе вялого на нос не поймать. Никаких вялых, сука, этого не будет. Готов, голубчик. Попался ты. Почти наверняка кто-то тут есть, да? Да не, вроде никого. Сука, ну удивительно прям. Обычный кто-то там тусуется. Ага. Давай, давай, давай. Есть, детка. Вот он, голубчик, наконец-то. Я тебя долго ждал. Очень долго. Мне кажется, кто-то вот здесь должен выйти. Да, блин, ребят, ну чё вы такие непредсказуемые сегодня? Сочно. И прочно. Петчап. Петчап. Да, детка. Ха-ха-ха. Вылет, ну до чего душа она-то всё-таки идёт, а? Петчап. Да, детка, молодец. Масло-чизайш. И именно она, кэп, масло-чизайш, капитально идёт. Я знаю, что ты сюда придёшь. Это прям сто два процента. Давай. Давай, детка, да. Да, вот так. Знаешь, братан, а как же всё-таки быстро летит время? Это да. Я вот сегодня подумал, сколько мы с тобой успели записать, сколько лет прошло, сколько воды утекло. Много, кэп, очень много вот здесь сейчас. Да, братик, я ведь знал тебя ещё до того, как ты стал чертом. Сука. Ну так. Готово, детка, да? Шторы Кутагин. Решил, как в своё время Элис, внести баланс? Ну да, вроде того. Счёт 0-2. И по-моему он сейчас будет, сука, 0-3, потому что там у снайпера. Я не знаю, где он сидит. Ну а что мне теперь делать? Выбор... Блин, я дым так хреново кинул. Вообще не так, как надо было. Вот тут, сука, не поспоришь. Хоть шотики тебе, голубчик. Вот так, даблкинчики. Он еще и стреляет в ответ. О, нормально, нормально. Да, детка, вот так и было. Она задумана. Ну, разошелся, братан. Неужели противники такие мягенькие? Вот это был ответ на твой вопрос. Я в шоке, сука. Как он сюда пришел? Хэтч, даблкин, дёточка, да. Есть. Да, детка, все. Великолепно. Признаюсь, когда вижу такие катки, порой кажется, что ты реально научился. Блядь, ты реально заслуживаешь леща. Не подлещика, а настоящего леща. Итак, 14 фрагов. 14 хэтшотов, друзья, во второй катке у нас. По-моему, весьма неплохо. Хелион хорош. Действительно хорош. Нет, это не мета. Но, около того. И что самое главное, ведь у него практически нет отдачи. Он такой приятный, классный, нагивной. И великолепно ставит хэтшоты. В общем, рекомендую от души. Если он у вас есть, стряхивайте пыль, протирайте. И вперед. Нагивать. Ставьте лайки, чешите яйки. Магиво.